Братцы, но перед тем, как начнется очень увлекательная серия по ETS 2, я хочу сказать, что в моей группе канала ВКонтакте прямо сейчас проходит розыгрыш трех ключей от Евротрак Симулятор 2 и трех ключей от Американ Трак Симулятор. Ссылочку на этот пост я оставлю в описании, переходите, знакомьтесь с условиями этого самого розыгрыша и всем вам удачи, а итоги мы подведем уже завтра, 7 сентября на моем YouTube канале. Всем, ребята, удачи, приятного просмотра и погнали! Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2, крайне давно не было у нас, ребята, видосов на канале, на протяжении этой серии, надеюсь, я успею вам рассказать почему, ну, в общем-то, в принципе, нам, наверное, и так все на самом деле было понятно. Ребята, сегодня мы вместе с вами, в первую очередь я вместе сам с собой прокачусь по новой территории карты промоц. Кто не знает, обновилась карта промоц до версии 2.5.0 и там добавили небольшую территорию Украины, если вам это интересно, ребята, то пишите в комментариях, обязательно по этой территории прокатимся. Ну, а сегодня, друзья, мы с вами поедем по Грузии. Два всего лишь грузинских города было добавлено, к сожалению, но я надеюсь, что в будущих обновлениях их станет намного больше, скажем так. Батуми и Поти, то есть, собственно говоря, вот они два города. Прям совсем вплотную уже подобрались они к югу России, как мы видим. Вот прям тут буквально, ну, прокинь дорогу, и все, и мы уже можем ездить прям вот напрямую. Здесь она уже пошла Грузия. Ну, посмотрим, как Артем будет дальше себя чувствовать, будет ли у него настроение вообще делать вот этот отрезок, соединять здесь все вот это вот прям реально будет интересно и реально будет круто. Ну, а так, прикиньте, да, не знаю, там, с Майкопа груз взять и доехать до Грузии, но это придется выезжать, ехать обратно через Москву, делать вот такой крюк, проезжать через Европу. И чтобы попасть, ну, я не знаю, куда здесь у нас паромная переправа, в Варну аж идет, вы представляете, какой надо круг сделать, чтобы проехать вот эти несчастные там 300 километров. Кошмар, надеюсь, что соединится все-таки Юг России уже непосредственно с промоцом и здесь, и будет прям просто круто. По территории Украины, давайте быстренько опять же тоже посмотрим, что у нас тут нового. Украина, Хельм, Замость, Нововолынск, Львов, Стрий, Луцк, вижу Ковель. То есть, ну, в принципе, территорию такую достаточно неплохую добавили, я думаю, мы именно туда, наверное, в следующих сериях, ребята, и отправимся. Итак, что мы сегодня с вами повезем? Вообще, по документам у нас груза как такового сейчас нет, но есть задание. Я решил, что маршрут у нас как бы, ну, небольшой будет, там, 54 километра всего лишь, поэтому мы, ребятки, сейчас с вами поедем с нуля, со стояночки, загрузимся и, собственно говоря, отправимся в путь. Итак, давайте будем запускаться. Наш замечательный Рено Премиум от Шуми, ссылочку на него, ребята, вы найдете в описании. Итак, вроде, в принципе, как все хорошо, все дудит, все сигналит, включаем свет, включаем заднюю передачу, аварийку, подаем сигнал, ну и потихонечку отъезжаем. Два месяца я не играл, ребята, в Евротрак, два месяца. Я думал, что я за это время успею, наверное, соскучиться по этой игре, но что-то пока как-то меня не манит она своими необъятными просторами. Ну, посмотрим, может быть, получится что-то как-то у меня поймать эту атмосферу. Прицеп МАЗ, ссылка на него, ребята, также будет в описании, то есть, в принципе, все это без проблем, все это бесплатное, все это рабочее, все хорошо. Так, вспоминаем навыки езды задним ходом с полуприцепом. Так, почти по линии, можно сказать, встали. Так, включаем первую передачу и выезжаем с этой замечательной стояночкой города Батуми. Давайте опустим то, как я сюда попал. Просто я сюда приехал, то есть вот такая вот история пусть у нас будет, просто я сюда добрался. Выезжаем со стояночки, стояночка хорошая, впереди у нас гора такая прям высокая-высокая. Будем смотреть, как они сделали. Ну, архитектура здесь, я хочу сказать, такая интересная. Давайте пока максимальный масштаб навигатора поставим. Хорошо, Алиса здесь ориентируется просто беспроблемно. Пустыми идем, 380 лошадей у нас, ребята, моторчик на этом замечательном премиуме. Отлично. Так, и в джинтиху мы направо заезжаем. Будем грузиться орехами, если мне не изменяет память. Ну, вроде как, да, там что-то скидывали нам заявку, что типа у нас будет груз орехов. Итак, нет, внешние заказы нам не нужны. Игра, дай мне, пожалуйста, немножечко другую информацию. Мне нужна биржа грузов. И здесь, соответственно, да, мы везем орехи. 18 тонн орехов. Ехать там 54 километра, так что в принципе окей. Так, на загрузку, наверное, лучше с левой стороны, я думаю, заезжать. Потому что справа мы там вряд ли поместимся. Здесь чуть-чуть левее вот так возьмем. Отлично. Ехали там на бордюр какой-то, ничего страшного. Аль нет, это не бордюр, это на базе у них такие стыки. База вообще вот... Такое ощущение, как будто я приехал не на территорию промоться, знаете, вот как будто это какая-то карта пользовательская. Да, то есть что-то как частный сектор, какие-то загрузки прямо перед жилыми домами. Что-то все это как-то немножечко странно, как по мне. Так, давайте будем протягивать, наверное, в дальний угол туда костовушки. И уже через правое зеркало ориентируясь, мы постараемся выехать. Буду вспоминать я все вот эти навыки свои, которых нет. Так, ну поехали, поехали. Зеркало ни хрена сейчас будет не видно в большое, только в малое. Как-то надо пытаться ориентироваться. Ну давай, заламываем. Отпускаем обратно. Если что, просто вперед вытянемся, не будем строить у себя профессионалов. Если что-то не получается, то можно всегда отступить. Вот как сейчас, допустим. Еще страшного абсолютно не произошло. Ну у меня от природы не заложено парковаться вот смотря в правое зеркало. Вообще никак не могу. Что на легковой машине, что на грузовой. В игре то же самое, но никак. Вот мне вот как-то больше привычно ориентироваться по левому зеркалу. Для меня это проще и как-то, не знаю, почему-то привычнее. Сейчас мы еще немножечко так подрюкаемся туда-сюда, потому что под ворота мы не попадаем. Места здесь мало, ребята. Ну, благо мы развернулись. Сейчас мы машинку сюда чуть-чуть подтянем. Отлично. В принципе, должно хватить там справа. Я опять припарковался сюда. Блин, пропил походу я опыт. Ну, считай, два месяца я не ездил. И все. И сразу теряется вот эта нить, вот эта связь. И понимание вот это теряется. Сразу же все, как будто вообще, я не знаю, первый раз сел играть. Простейшая парковка. Я не могу ее сдать. Теряешься. Ну, все равно, сколько, блин, месяц-два я уже не заходил в ЕТС вообще полностью. Последние запуска, у меня там был 13 августа, что я там не помню уже, что смотрел. Так, ну мы там под панду сейчас подъедем. Давай-ка мы, наверное, опустим окошко. Чтобы нам нужно было так немножечко там... Вот так вот мы, наверное, встанем. Поставим наручничок. Отлично. Вылушим мотор. И загружаемся. Загрузка быстрая здесь, в принципе, она там идет полчаса буквально. Поэтому, как бы, мы с этим справляемся без проблем. Итак, груз нам загрузили, друзья. Машинка стала потяжелее. Будем сейчас заодно и смотреть, как у нас премка 380 сильная. Справляется с 18 тоннами. Как это будет вообще со стороны? Что-то, мне кажется, коллизия немножечко у этого прицепа, у этого мода, она немножко кривая. И на поворотах, мне кажется, нас просто бьет в спину. Ну, хотя, в принципе, там должно быть все ровно. То есть, там никаких проблем нет. Зазор там нормальный, хватает, в принципе. Так, что-то мне кажется, что сейчас у нас, ребята, пойдет дождь. Прям вот не люблю я ездить в дождь еще, тем более по новым территориям. Ладно, если это где-то уже территория известная, так скажем. Да, уже разведанная, перееханная вся 500 миллионов раз. А тут как-то по новой. Блин, ну не хочется, чтобы был, конечно, дождь. Углом левым не зацепили. Выезжаем с использованием левой полосы. Потому что вправо, если сразу нырять, мы ни хрена там не вывернем. Хорошо, повернем направо. Обязательно повернем направо. Поверните направо. Повернем. Тяжело идет. Вроде даже уже давлю гад в палаш, что называется. Он прям так потихоньку-потихоньку набирает. Давай, родная, давай. Я надеюсь, там впереди никаких жестких перевалов не будет. Иначе это все, это будет смерть для нашей машины. Поджимаемся левее. Смешные какие-то чувства. То есть вроде что-то родное видишь, да? Но в то же время как-то оно другое. Вот нечто подобное я испытывал, когда первый раз в Балтику заезжал. То есть смотришь, ну вроде, блин, ну те же самые вот эти советские там объекты, да? Что-то похожее, архитектура какая-то похожая. А в то же время ты находишься как бы в другой стране, а не у себя дома. И здесь то же самое возникает. Ну природа, конечно, здесь, блин, я не знаю, я в Грузии не был, к сожалению, ни разу. Поэтому как-то сказать, что да, вот действительно они смогли ее передать. Либо наоборот не смогли передать. Я, к сожалению, это сказать не могу. Так, давайте мы на круиз, наверное, поставим 65. Я думаю, в принципе, нормальная будет скорость для нас. Уже смотрю, там какие-то подъемы, перевалы. Еще погода, конечно, не жалует. Но я прям очень надеюсь, что дождя не будет. Что мы успеем доехать нормально, нигде в горах не застрянем. 30 километров нам осталось. Да всего лишь тут ехать-то прям совсем чуть-чуть. Что прям как-то они Грузию решили не жаловать, так скажем, вниманием, да? Отмаживаемся. Поворот на тракстапчик такой небольшой. Люди-то какие неторопливые здесь едут потихонечку. Все вот такие вот прям. На 60 поставим. ФПСа маловато, ребята, сразу скажу. Сейчас у меня в районе 40. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с растительностью. Того, что очень много-много-много всяческого рода зелени. И поэтому ФПС, наверное, страдает. Так-то, в принципе, здесь вокруг ничего нет. Тут пустота. Блин, ну какие тучи впереди. Это что-то какой-то ураган прям ожидается, что ли, здесь. Тбилиси, Ереван, Баку. Так, ну мы пока прямо идем. Никуда не торопимся, едем потихонечку. Как будто вроде по Европе идешь, но видишь названия городов какие-то знакомые. Там тоже Сухуми, допустим. Баку, да, Ереван. Интересно. Через какое время, они, интересно, промоции, я имею в виду, они дойдут до Кавказа. Вообще полностью залезут в эту территорию. Ну, естественно, там Ереван и вся вот эта история. Прямо очень мне интересно. Армению покатать. Это вот все узнать и увидеть. Азербайджан тоже. Блин, было бы круто, если бы они в ту сторону двигались. Но в то же время, чтобы Югу не мешали. Не залезали на его территорию. А наоборот, как-то шли навстречу, чтобы можно было это все вместе застыковать. Блин, ребят, ну мы с вами уже приехали. То есть, ну вот вообще, прям, ну капец, как мало. Реально, капец, какая вот просто капец, какая маленькая территория, ребята. Я почему-то, если честно, думал, что будет такой длинный перегон. Что, ну как минимум, там, 4 города будет сделано. Но они, видимо, просто сделали вот такой стартовый сейчас набор. Чтобы от него уже просто в дальнейшем отталкиваться и делать другую территорию. Спасибо. Спасибо большое. Пропуск. Да, как будто меня телега пинает в кабину. Потому что она бьется. Урон есть у телеги. Так, брат на газели, извини, я со встречки заеду. Приехали, конец пути. Да, что там и быстро. 50, ой, говорю, 50 тонн орехов. Это выхлево, я не знаю, там мы не потянуло, наверное, столько. Так, ребятки, давайте-ка мы, наверное, что. Может быть, как-то, я не знаю. Блин, у меня, по идее-то, нет какой-либо точки, куда припарковаться. Давайте попробуем на какие-то седьмые ворота. Давай попробуем на них каким-нибудь образом встать. Опять с моего, с нелюбимейшего плеча. С правого вообще ни хрена у меня не получается с него парковаться. Но будем пробовать. Его, как бы, я помню, написали в комментариях. Ну, что-то, типа, не заезжаешь никогда. То есть, типа, вроде доехал там раз-раз-раз, зафиналился и все, типа. И больше ничего не делаешь. Почему ты на парковку не заезжаешь? Ну, вот, ребят, будем пробовать, будем вместе с вами вспоминать, каково это. Так, все, в правое зеркало большое ничего не видно. Да, телега пинает меня, конечно, коллизия чувствуется есть. Так, аккуратненько. Машина сама катится, я газ не нажимаю вообще. То есть, просто я ей дал толчок, и она потихонечку едет. Так, давай, к нам отпустим окошечко. Так, ну, я думаю, мы вперед подтянем чуть-чуть. Хоть у нас разгрузка, типа, прямо здесь, но ладно уж. Немножечко выпрямимся здесь. И уже потихонечку сойдем назад. Вот так, я думаю, будет вообще хорошо. Вообще отлично. Просто обалденно припарковались, ребята. Ну, думал, вот так пойдет. Итак, друзья, ну что ж, проехались мы с вами по небольшой, но все же территории Грузии. В принципе, что я вообще понял для себя, да? То есть, вот все свои ощущения я, как бы, типа, уже высказал. То есть, повторяться я абсолютно не вижу смысла. То же самое, что и Балтика. Ровно те же самые ощущения, что и на Балтике. То есть, ты смотришь, вроде бы, ты видишь те же самые панельки. Те же самые, там, практически похожие здания, которые, ну, вот где-то ты встречал у себя, может быть, даже в городе. Но в то же время ты находишься не у себя дома, не у себя в стране уж тем более, да? И как-то вот это вот на это накладывается. То есть, у меня не настолько богатый словарный запас, к сожалению. Я не знаю, как такими красивыми словами вот это все описать, вот эту архитектуру и прочее. Мало. Просто-напросто мало территорий. Если бы было, ну, чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше бы был перегон, чтобы почувствовать вот эту разницу между городами, меняется ли природа, да? Так, как, допустим, это вот явно видно в Американ-Драке, в том же, когда ты с юга на север поднимаешься, либо с запада на восток пересекаешь страну. Видно, как меняется природа. Здесь расстояние просто очень-очень небольшое, и поэтому не получилось у меня в полной мере это все понять и оценить. Но, в принципе, понравилось. Единственное замечание в том, что все-таки маловато здесь фпс. То есть, прям видно, что система напрягается, она потеет, она офигевает, но непонятно от чего. То есть, у меня единственное, как бы, только это, наверное, растительность. Больше никаких даже предположений насчет этого у меня нет. Ребят, на этом все. Пишите в комментариях. Хотели бы вы отправиться в следующем видео по территории Украины, потому что городов там, ну, на самом деле, реально много добавилось. И у нас уже был там что-то типа дальнобоя по Украине. Но там территория Украины была весьма такая условная на самом деле. То есть, да, она вся была похожа на дефолт. А тут, я уже думаю, ее сделали с местным колоритом. И это будет очень интересно. Друзья, на этом все. Спасибо вам всем огромное за внимание. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, лайк вы уже поставили на канал, вы также уже подписались. Все, друзья, пока-пока. Увидимся.